Официально вас здесь нет. Жительницу Караганды Надежду Чурсину отправили на ПМЖ в другую страну без ее ведома. О том, что она иностранка, девушка узнала случайно у нотариуса. После этого уже год не может доказать, что она живет в Караганде. Как появляются ошибки в государственных базах данных? И легко ли их исправить? В сюжете Людмилы Батюшкиной. То есть мой ребенок и муж остаются здесь, а я куда-то уехала? Непонятно. Примерно год назад после смерти брата Надежда Чурсина должна была вступить в права наследства. У нотариуса выяснилось, что девушка не только не живет в Караганде, ее даже нет в стране. В базе данных значилось, что Надежда выехала из Казахстана на ПМЖ, причем куда неизвестно. Интересно получается, что я живя в Казахстане, никогда документы не подавала ни на выезд, ни на ПМЖ, никуда не собиралась. Но в итоге меня просто взяли и выписали из моей страны. То есть меня по факту вообще не существует. Поэтому все вот эти проблемы, с которыми я уже год не могу ничего решить сама. Год назад Надежда родила ребенка и весь декретный отпуск ходит по инстанциям ЦОНУ, ВД, ДВД, прокуратура. Пособия по рождению ей выплатили, а вот ежемесячных выплат удалось добиться с большим трудом. В права наследства на родительскую квартиру она так и не смогла вступить. Оказалось, проблема в том, что раньше девушка жила в Североказахстанской области и оттуда переехала в Караганду. При смене удостоверения произошла путаница. И уже год Надежда не может понять, когда же она станет полноправной гражданкой. Я уже сама поехала в Североказахстанскую область, сама взяла эту справку, потому что так же они отправляли туда запрос, тишина. Документы отправили в Астану на корректировку ошибки этой, ждите. Но уже как полгода я жду и никаких ответов нет. В миграционной полиции поясняют, что ошибка закралась в базу регистрационного пункта документирования и регистрации населения. В этой базе находятся все документы казахстанцев. При переезде в Карагандинскую область Надежде Чурсиной нужно было поменять удостоверение личности. В 2010 году в Министерстве юстиции при уничтожении старого удостоверения напутали причину, почему оно уже недействительно. А вот устранение ошибки – дело сложное. А вся проблема была еще в том, что она ранее проживала в другой области. Очень долго переписка шла у нас с ними. Мы не могли никогда дождаться ответа от них. Потому что при направлении материала на корректировку нам нужно собрать полный материал. А полный материал – это все данные, что касается этой гражданки и с прежнего места жительства тоже. Ошибки в государственных базах данных перестали быть редкостью. Только в Караганде ежегодно происходит несколько случаев, когда живых граждан зачисляют в списке умерших, меняют адреса или, как в последнем случае, высылают из страны. В цонах посетители часто вынуждены подолгу проводить в ожидании из-за того, что виснут программы и государственные базы данных. Тут, по словам программиста, виноват небыстрый интернет. А вот ошибки чаще всего делают операторы. Вероятность того, что программа неправильная, в общем-то, мала. Это, скорее всего, варианта могут быть два. Или это человеческий фактор, то есть не в ту запись внесли изменения. Или, может быть, что-нибудь связанное с неудачным выключением компьютеров. Пропало электричество, допустим, где-то там. Когда пропадает электричество, бывает, данные портятся. Исправить же ошибку в базе оказывается делом архисложным. Несмотря на век информационных технологий, специалисты подразделений госорганов общаются между собой посредством почты. А учитывая сроки рассмотрения запросов, внесение корректировок в базу данных может затягиваться на годы. По словам сотрудников миграционной полиции, данные надежды Чурсиной уже исправлены. И скоро она сможет получить новое удостоверение. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.